Приветствую, друзья и коллеги! И каждый, кто зайдёт на наш вебинар, получит совершенно новую информацию, новые приёмы, новую тактику и стратегию управления своим состоянием. Например, оказывается, что давно мною проверено, а теперь имею возможность, наконец, сказать, потому что наступил момент, как говорится, есть время разбрасывать камни и есть время собирать камни. Так вот, момент наступил, когда то, что я делал ещё в 80-х годах, и во многих журналах мной было опубликовано, и в научных, и в популярных, а потом вдруг прекратилось это действие от меня, потому что требовало ещё дополнительных исследований, 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 и, наконец, я могу сейчас на вебинаре показать методику. Представьте себе ситуацию. Есть древние слои, которые в эволюции развития человека образовались раньше, а потом образовались более поздние слои. Ну, например, кора головного мозга – наиболее позднее образование, а внешние покровы тела и связанные с точками, расположенные на покровах тела, внутренние органы, кортика, БАД, биологически активные точки, висцеральная регуляция – это очень глубокий механизм. О нём в своё время писал Аграновский в своей повести «Визит к экстрасенсу», где я был экспертом в качестве героя этой повести, где я говорил своё мнение об экстрасенсах, и там рассказывал свою теорию. Ещё раз повторю, кортика – кора головного мозга, БАД – биологически активные точки, которые более древние образования, и внутренние органы. Так вот, есть, например, рефлексотерапия, когда можно на точки воздействовать иглой, электрическим током и так далее, ну, лазером, допустим, и так далее. А я тогда сделал открытие научное. Когда мог, через кору головного мозга, включая там эквивалент реакции в точках, комплекс характерных ощущений типа ломоты, распирания, онемения, электрического тока, который возникает при прямом попадании в точку, феномен отдачи, я вызывал сигнальным путём, без всякого физического воздействия, вербального. Я просто предлагал человеку погрузиться в такое трансовое состояние и вызвать эти токовые ощущения. Я догадался, как их вызывать. И у него по телу шли токи. И именно в тех точках, которые касались органов, которые наиболее возбудимы, отвечали только те точки, которые в данный момент, в данном моменте, именно в данном моменте, для данного человека, его организма наиболее реактивны. Таким образом, как писал Аграновский, я мог посадить целый стадион, всем дать такие советы, чтобы они привели себя в состояние трансрелаксации и всем сказать, в вашем теле ток. И у каждого шёл ток. Именно там, где его организму нужно. А потом, когда сравнивали с атласами по рефлексотерапии, а эти люди никогда их и не видели, но у них именно шли там токи, где эти меридианы, так называемые каналы, обозначены. Это было супер, конечно, и тогда Аграновский писал, вы представить себе не можете, как, наверное, смеялись люди в высоких кабинетах, когда доктор Хосе Алиев приходил к ним с этим фокусом. Ну, в кавычках фокус. Кортико, БАТ, пистеральная регуляция. Это когда психологическое воздействие, словесное, проникает гораздо глубже и мощнее во внутреннее состояние организма человека. Я всё говорю метафорами, не понимайте всё это буквально, потому что всему этому есть буквально терминологические обозначения. А это, я говорю, общепопулярно. Итак, одним из факторов, который будет на нашем новом вебинаре, будет кортико, БАТ, пистеральная регуляция. Иначе говоря, сигнальная рефлексотерапия. Почему она имеет большее применение в плане позитивного эффекта? Потому что, когда мы просто внушаем человеку, это тоже мощно, это психотерапевтическое воздействие, это тоже мощно. Но когда через внушение мы воздействуем более древние регулирующие звенья, а именно точки, связанные с органами, ну, конечно, это вообще могущественная вещь. И очень многие пациенты быстрее выздоравливают, очень многие люди, которые не болеют, меньше болеют, ну, там есть своя технология, сигнальная рефлексотерапия. Даже в электронной промышленности у меня в 80-х годах я печатал эти статьи новые в медицине. У меня там своя рубрика была в электронной промышленности, где я тогда работал, я это использовал. Ещё это называется по-другому. Гипносуэтерапия. Суэ – это по-китайски точка. Транс-суэтерапия. Да, это вообще суперская вещь. Ну, посмотрите. Там же будет и про танцовывание, и про пивание, и про дирижирование страховых, стрессовых состояний, через которые человек быстрее освобождается от стрессовых эмоций, в которых он застревает. Поэтому, друзья, я с вами делюсь фундаментальными вещами, которые помогут вам в жизни самим у себя вызывать активацию в точках, даже к ним не прикасаясь. и, кроме того, протанцовывать свои проблемы, пропевать их. Да, я скажу там, как именно это надо делать, чтобы вы это могли делать в нужное для себя время и в нужном для себя месте. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok